Я вас категорически приветствую, Уильям. Наконец-то удалось тебя заманить к нам. Да. Про что мы будем говорить? Про что мы будем говорить? Я думаю, ты знаешь. Я думаю, вы знаете. Потому, что мне уже сколько? Год обещают. Не меньше. Ну, подготовиться, понимаете, много было, надо было времени на... Ну, что? Шерлок? Да. Советский? Да. А вот я тебе сразу вопрос. Шерлок – это вообще какое-то распространенное имя? Я только... Каждый второй человек. Шерлок этот. Шерлокович тот. Нет. Я никогда не встречал. Нет. Вообще нет. А это что-то английское или это какой-нибудь Шейлок? Шерлок? Да. Интересная мысль. Ну, как у Шекспира. Помнишь? Да-да-да. Слушай, мне это не пришло в голову. Это единственный Шерлок, который... Ну, во-первых, все знают, но он не единственный. То есть, откуда такое имя вообще непонятно. Как мы узнали у него брат, которого зовут... Майкрофт. Вот. Тоже. Что за имя? То есть, Крофт – это одна вещь. Это вообще маленький хутор, типа, на севере, в Шотландии. А май... Мой, ладно, но... То есть, откуда это? Ашерлок вообще? Ну, лок. Угу. Замок. Ашер. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я думаю, что это выдуманные имена. Странные? Странные. Я никогда не встречал. Никогда вообще. Ну, вот как литературный герой о живых людей, чтобы так звали. Видимо, даже если это популярное имя, то родители... Казалось бы, да, известность такого произведения какие-то родители бы... Видимо, хорошо звучит для англичан. Нет. Сразу нет. Слишком. Да. Слишком странные. Ну... А они кто? Вот он кто? И он, и его брат. Они с севера, с юга, с запада, с востока. Как это как-то можно понять? Нет? По всем произведениям, которые я видел, они явно южаны. У них нет сильного, даже нет намека на западного акцента. Так что это юг, центр юг, Лондон, возможно восток. Угу. 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 Ну, то есть, настоящие англичане, не какие-нибудь там шотландцы. Никаких там левых. Угу. Угу. Если с ними поговорить, ты не узнаешь, что они шотландцы, потому что они традиционно... Сейчас это возможно по-другому, но традиционно они говорили как англичане. За что дополнительно их ненавидели. Местные. Много где так. Говорят, в Норвегии у них... Как шведы? Нет. Как датчане. Датская была, да. Возможно. Те как датчане говорят, а норвежцы вообще по-другому. У них даже как-то там... Забыл, как называется. Даже называются. Языки по-разному. Не совпадение. Так что вы не одиноки. Старая традиция. Вот кто они... Понятно, что образование какое-то есть. Что нормальные... Дали ему нормальные шансы в жизни. А он, поскольку экцентрик, решил быть как ему не есть. А вот если он, предположительно, учился в каком-нибудь серьезном заведении, где детей серьезных людей учат. Какой-нибудь специальный галстук. Или пиджак. Он такое не носит. Не обозначает причастность ни к какому заведению. А это вообще правильно, неправильно так обозначать? Ну, как правильно. У нас такого нет, как ты понимаешь? Нет. Если хочешь, чтобы узнали свои, то конечно можно... У нас только из того, что я знаю... Вот таких гражданских заведений вообще не знаю, чтобы... Мы тут с тобой из МГУ, потому что у нас там перстни какие-то. В МГУ? У нас такого нет. Это американская тема. Да, да, да. Вот у них перстень. Вижу. А у вас вроде как галстуки. Есть такое. И выражение old school tie. То есть, галстук своего alma mater. У нас... Я знаю только суворовские училища. Это где детей военных учат. Вот у них суворовские погоны. Ну, то есть, у курсантов погоны. Они эти погоны детские. Внутрь кителя прикручивается. И когда он китель снимает или расстегивает, там что-то достает, тогда случайно... Это никому не показывают. Случайно можно увидеть, что он суворовское училище закончил. У них диаспора. Как ты понимаешь? Все друг другу помогают. Это же полезно. Очень полезно иметь свои. Но Шерлок Холмс не такой. Мы ничего не видим. Мы не знаем. Не видно. Не... Я думаю, что это чуть позже стал феномен. То есть, начало двадцатого века. Все-таки в девятнадцатом мира был меньше. Все и так друг друга знали. Ну, да. И ты мог просто спокойно взять свой трост и кому-то дать. И понятно, что он а заслужил. И б. Никакого к тебе претензий не могло быть. Естественно. Потому, что ты аристокрак какой-то, а он просто человек. А ты его привел в чувства. Напомнил. Да. Вот. Я, конечно, это моя теория. Не уверен, что это так. Но... Вот. Я здесь сколько? Восемнадцать лет где-то. Давно. И... Ну, если не два-три раза в год. Каждый год. Мне кто-то спрашивает, видел ли я советский Шерлок. Вы говорите Шерлок, да? Да. А ты как говоришь? Вот я пытаюсь найти, как правильно по-русски сказать. По-английски Шерлок. Я всегда был вынужден отвечать им. Нет. К моему стыду. А сейчас, поскольку мы с тобой договорились посмотреть, анализировать, скажем так, работу, то я, конечно, начал. Я смотрел первый эпизод. Я специально сдерживался. Я не смотрел все. Чтобы мы могли пройтись, развивать эту тему. И действительно есть о чем поговорить. Есть что показать. Сделаем скриншоты, чтобы было видно, о чем речь. Есть у меня несколько разных категорий. Есть как все выглядит. То есть, как отработали дизайна. Это будут... Декораторы. Декораторы. Как сцена выстроена. Да. Что мы там видим? Это включает, естественно, и одежда. Есть игра актеров. Ну, актеры и сам, и их игра. Есть языковая часть. Как сценария написана. Как она переведена. Как текст сохранился от автора. И это основное, по-моему. Это три-четыре категории. Так что, если ты готов. Да. Мы начнем тогда с... Я бы только важное примечание сделал. Что раньше книжек было гораздо меньше, чем сейчас. Особенно в Советском Союзе. То есть, книжек, которые, так сказать, поп-культура. Ну, которые все читали. Как какие-нибудь три мушкетера. Шерлок Холмс. Это в обязательном порядке. Читали просто все. Все знают, о чем там речь. Соответственно, когда выходит кино... Ну, не сказать, что это властелин колец по Толкину. Который тоже все читали. И так и тут. Всем страшно интересно. Все такое английское. С нашей точки зрения там все такое английское. Что вообще дальше некуда. Все его страшно любят. Этот фильм. И, что неудивительно, считают его лучшим в мире. И, конечно, любой англичанин знает, что нормальный Шерлок Холмс это только наш Вася Иванов. Только советский. А все остальные какая-то фигня. Вообще непонятно о чем. Тут, конечно, беда. Потому, что если бы показывали нам самых разных Шерлоков Холмсов, то, наверное, можно было бы как-то сравнивать и думать. А поскольку он у нас один, то, понятно, он самый лучший. Это вообще обсуждать бессмысленно с людьми. Ну, вот так у них голова устроена. Ну, напишите в комментах. Да. Уже будет фидбэк. Объясните, как на самом деле. Если обобщить. Я был приятно удивлен качеством всего. В общем, мне понравилось. То есть, как общее все. Вот так скажу. Но, естественно, надо разбираться в деталях. Открывается... Там хороший юмор. Вот, что я сразу заметил. И действительно, мне понравилось, что они сумели сохранить то, что есть в Канан Дойле. Он тоже... Там реально... Можешь вслух смеяться, читая эти книги. Да. Моя любимая шутка, когда негодяй душит Шерлока Холмса на полу. А Лассон сбоку... Холмс. Вам помочь? Да! Бум! Страшно смешно. Все воспитанные такие. Что, я буду лезть? Ну, это его дело, да? Нет, это не всем писателям 19 века дано, что реально выходит смешно. Я тоже помню, в детстве я читал... Не в детстве, а где-то поздно, лет 16 читал. Начал хардеть читать. Far from the madding crowd. Не знаю, как это по-русски. Далеко от безумной толпы или что-то такое. Я сижу, я смеюсь, мне смешно. Ну, и был такой момент, подожди. Они и тогда могли писать смешно. Такой 16-летний. А Джером Клапко Джером смешной? Да. Ну, все читали, да? В детстве, да. Как дядюшка Поджер вешал картину. Там фрагменты. Адски смешно. Чувство юмора на веках. Соответственно, открываются даже титры, сделанные, как мы в детстве все вырезали из газет буквы. Ну, как ransom по-русски. Выкуп. Когда сделаешь письмо выкуп. Да. Бандит украл человека и приклеивает буковки, чтобы по почерку не определить. Оценил. Сразу знаешь, о чем тема. И так далее. И потом мы видим, как Ватсон с его другом ходят по парку и по улице. Оказывается, это Бейкер-стрит. Ну, вы извините, но он ни в каких воротах. Ну, нет. Никакая улица лондонская никогда так не смотрела. Это, наверное, как это у нас шутка была распространенная. Снимали в Риге. Да. То есть, вот в Прибалтике там дома нерусские. И вот это единственное... Выглядит иностранно. Да. Чтобы вот иностранные. Ну, да. Какие варианты. Азербайджан. Не совсем по этой истории. Не похоже. Да. Нет. Понятно, что старались. И молодцы. Действительно, в Лондоне есть такие всякие кривые улицы. Не то, что Питер. То есть, по замыслу я понимаю. Но для нас он выглядит настолько иностранным и европейским. То есть, понятно, что это может быть типа от Австрии и севернее. Не Франция. То есть, сразу ты понимаешь, что подожди. Они в отпуск куда-то уехали. Ригу немцы построили. Поэтому она такая. Ладно, думаешь. Я не буду придраться. А потом еще такой момент. Идет по улице. Камера. И видишь эти трубы в воде. Швы дождь и так далее. Водосточные. Водосточные. Это тоже тема, естественно, Питерская. Все Россия. У вас они такие. Ваши не похожи. У нас такие. У вас они такие. И это сразу... Для нас это настолько странно выглядит, что они такие большие. Это... У нас воды много. Да-да-да. Не. Я думаю, что они специально сделаны для... Ну, когда люди... Чтобы было с чем подраться. И это тоже. Вот. Так что визуальные знаки есть, что не в Лондон снимали. Значок Baker Street. Чисто европейский. У нас они были сделаны в те времена из чугуна. Литого чугуна. Покрашенный. А здесь видно, что это у него такой... Такая форма, как... Ну, как в Европе делают. Он такой полукруглый. Часто делали такие из... Пусалин. Керамические. Керамические. Не чугун. Вот. Так что я сижу и смотрю. И потом дверь. Приклеили какое-то львиное лицо. И видно, что приклеили. Потому, что он только на одной стороне. Мородок. Вторая дверь. Он просто другой. И черный. Вот. Так не делают. Так не делают. На всякий случай. Кто не был и не видел. Baker Street прямая. Она не кривая. Она прямая. В общем-то, известное место. Поскольку там музей. На самом деле там нет никакой. 221-б. Да. Оказывается, какая-то квартира через... Да. Это музей. Организованный. Специальный адрес приклеен. Такого на самом деле нет. Толпы. Да. Туристов. Классно, что он есть. Но... Вот. По-другому выглядит. Заходит. И мы видим... Миссис... Забл... Как ее зовут? С Ватсоном. Хозяйка. Хозяйка. Миссис Хадсон. Хадсон. Миссис Хадсон. Да. Это очень интересно, кстати. Вот залив у нас называется... Гудзон. А. Гудзонбей. Да. А Миссис Хадсон... Почему она не Миссис Гудзон? Понять невозможно. Знаю. Это уже немка какая-то. Гудзон. Фраулен Гудзон. Кому зеет? Да. Заходим. Видим Миссис Хадсон. Миссис Хадсон у вас отличная. Она такая... Реально в возрасте. И... Часто в английских версиях она... Ну, не молодая, но такая крепкая и какая-то жилистая, что ли. А тут такая немножко такая... Ну, слегка бабуля, что ли. Но... Но хорошая. У нее и чувство юмора появляется, хорошо играет. И она в защиту Холмса. Она прямо на его стороне. В недавнем, который был с Камбербэтч... Обожаю эту версию. Она реально крутая. Но... Там она такая... Ну, немножко чокнутая и немножко влюбленная в него. Ну, это прощение. Хорошее решение. Почему нет? Но... Здесь, мне кажется, чуть более реальный вариант. Заходим в интерьер. Извини. Еще раз тебя перебью. А вот... У нас Шерлок Холмс это дяденька в возрасте. Он именно дяденька. Взрослый мужчина. И доктор Ватсон тоже взрослый мужчина. А в книжке-то ему... Если я правильно помню, ему 29 лет. Да? Он типа еле-еле и закончил университет. Ну, он не закончил, естественно. Но он как-то связан. А у вас в кино он традиционно взрослый мужчина? Многие версии были такие, что он старенький. Ну, не старенький, но взрослый. Если присмотреть к фильму, к вашему, он не старый. Голос у него ужасно старый. В возрасте. Но он курит. Поэтому. Мы про голос еще поговорим. Да. Но по виду и поведению он... Ну, 30. 30 с лишним может быть. Но не 50 там. Интерьер очень интересный. В том смысле, что они ведь... Ну, они старались. Они подобрали такой богатый интерьер. Достаточно темный. То есть, такие солидные деревянные... Панели. Панели. Панели и все остальное. Много хорошего, правильного. То есть, собрали там графины и хрустальные и... Не вспомню все нужные слова. Но предметы интерьера хорошие. Но почему-то интерьер для меня... Он... Он не сделан... То есть, там есть перила внутренние. Небольшая лестница, когда уже внутри квартира. Которая сделана на максимум размер. То есть, если бы это было в английском доме, они были бы тоньше. Чуть более изысканно. А здесь сделан топором. Как следует. И покрашено так, что все блестит. Странновато. То есть, идея правильная. Но человек, скорее всего, не видел, как на самом деле. То есть, похоже, но не совсем. А как должно быть? То есть, они не покрашены, а, например, натертые воском? Нет? Вот. Да? Она совсем по-другому блестит. Да-да-да. Здесь такой... Как лак. Ну, как лак. Да-да-да. А на самом деле, чаще всего тогда, и до сих пор можно видеть в некоторых исторических зданиях, воском обрабатывают. Так что натуральный цвет, но... Есть такое кресло у нас. Он называется... По-английски называется wing-back chair. Такое удобное кресло, в котором сидишь. И здесь по бокам есть крыла. Мы их называем. Такие торчат. Так, чтобы джентльмен мог бы немножко прислонить, и так поспать без эффекта. Там есть такой отличный wing-back chair, в котором он сидит. Это все очень по-настоящему. Завтрак. Следующее утро сидит Ватсон и завтракает. Завтрак они на 99% попали. Это было просто круто. Все эти предметы... Викторианцы очень любили создавать качественные предметы. Качественные, долгоиграющие, настольные предметы. Очень хорошо все делали. И, естественно, ты наклал серебряное, чтобы это много было. И для каждой малейшей твое желание был какой-то предмет под руку. Единственное, что неправильно, это в том, в котором они тост хранят. Это какая-то такая... Выглядит немножко как деревенская какая-то корзина для... не глубокая корзина для сбора грибов, например. Нет. Тост стоит. Очень определенные есть такие штуки. Они похожи немножко на лестницу, которую ты набок ставил. И там есть такие дырки для тостик. Ты его сделаешь, делаешь, засовываешь туда, держишь сверху. Это исключительно надо... А тут они в каком-то корзине непонятном. Это неправильно. Все остальное отлично. Я тоже сторонник. Чтобы вещь долго служила. Например, у меня в семье были чайные ложки из нержавеющей стали. Которой все время этой ложкой... Одна. Вторая. Не помню, куда делась. Но этой ложкой все время старший брат размешивал чай. И она не грелась. Не так, не адски нагревалась. Я в интернате учился. У нас там были другие ложки. Поэтому, когда горячий чай, ты с товарищем по столу беседуешь. Размешиваешь. Незаметно ему к руке прислоняешь. С криками прыгал. А это не нагревалось. Я долго ждал. Когда же брат уйдет учиться в военное училище, а ложка достанется мне. Вот. Она мне досталась. Я счастлив, что у меня такая ложка есть. Потому, что когда у тебя все это через поколение идет. Это круто. Просто круто. Твоя семья. Твои предки, родственники. Туда-сюда. А вот это все менять... Нет. Нет. Нехорошо. У нас бабушки из Новой Зеландии остались. Они-то тогда купили и закупили из Англии. Потому, что Англия была... И вот она умерла несколько лет назад. И у нас до сих пор есть несколько чашек с блюдцами. Круто. Да. Там один из них написано 23-й год. Так что скоро будет сто лет ему. А тосты у нас как-то не очень. Но тосты вообще люди здесь не воспринимают. Они отличные. Я по утрам все время ем с красной икрой. Ну, конечно. Ложкой ты ешь этой красной икрой. Ну, сами приборы появились уже только где-то там в 90-е. Грубо говоря. Массово. Ну, и все равно я не во многих домах вижу. Они же вкусные. Отличный способ. Я все время вспоминаю. Пожаренный этот хлеб. Он сухой. Пожаренный. Я вспоминаю. В детстве читал такую французскую поговорку, что мы не настолько богатые, чтобы есть свежий хлеб. Типа от него болеют. Только сухой он правильный. Вот сухари они желудку не вредят. А свежий хлеб мягкий от него болеют. Только богатые могут его жрать. Потому, что у них есть деньги на лечение. Так и тут. Наверное. Подсушенный. Лучше. Не слышал такое. У нас вообще такого нет. У нас такого нет вообще. Я никогда не видел. Даже не знаю, что это такое. Ну, то есть, как ты говоришь. На еду сделаю. Я понимаю. Чтобы народ понял. Еще предметы. Ну, костюмы и так далее в основном хорошо. Там есть прекрасный... Воротничок. Воротничок. Который раньше сменились. Манишка по-нашему вроде называется. Вот такой он. Отдельно придерживался. Это уже совсем перебор. Который здесь. Есть чисто здесь. Есть дополнительные. Я не специалист в костюмах. Не знаю. Ну, дедушке достали сменяемые воротнички. У нас такие только в армии. Там каждый день надо заново пришивать. Их там пришивают. Все ненавидят. Ну, конечно. Что ты чистый ходил. Что это такое? Нет. По этой части в основном хорошо. Только актеры иногда выглядят... Ну, понятно, что они не ходят в этом. То есть, они немножко не живут в одежде. Не привыкли. Местами, да. Есть одна такая особенная картинка. Сейчас смотрю на нее. Где они в парке сидят. Они в этих шляпах. Я понимаю, что эта специальность дает вид. Но они так неудобно с ними. Ничего. Хорошо. Ну, в основном, как все выглядит... Местами очень хорошо попали. Местами не совсем. Как мы начали. Там есть момент ближе к концу фильма, когда они едут в деревню на поместье этой дамы. Элен. Как ее там звали. И они едут в карете. Там отлично выбрана такая дорога, которая просто грязь. То есть, как, конечно же, тогда было. Там куча старых деревьев по линии дороги. И правда, есть ощущение, что это мог бы быть в Англии. Это очень приятно было. Потом они подъехали к этому дому. Поместье. Во-первых, у нас нет зданий, которые выглядят вот так. Это настолько явно европейские. Во-первых. Во-вторых, если назвать место поместья, то давайте как следует. Поместье, в английском понимании, это что? Либо замок, если до 15-го века. Замок, я имею в виду каменный. Здание военное. Либо после 15-го века это уже может быть кирпичный. Или из другого там вида. Большой. Павловск. Но с то, что называется английский парк вокруг него. Английский парк, это у вас есть прекрасный пример. В Павловск. 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 Посмотрели и сказали, да, мы тоже хотим. И он, кто не знает, английский парк это совершенно сильно отличается от русского парка. Русский парк это деревья. Он, в общем-то, и может считаться лесом. Но называем парком. Для нас мода, которая появилась в 18-м веке. После всей этой строгей французской модели. Ну, как у французов. Квадратная, круглая, треугольная, ровная. После этого сказали, знаешь, нафиг этой французы, чтобы все так. Мы хотим создавать, ну, считай, Эдем. Что было бы, если мы могли бы создавать Эдем. Это рельеф. Это обязательно пруд. Он обычно не настоящий. И крыль специально. Но пруд по рельефу земли. Без там бортиков. Чтобы не квадратно было пруд или небольшой озеро. И стратегически расставлены деревья. Так, чтобы на каждом шагу был какой-то вид. Который сейчас открывается. То есть, ты должен уметь далеко видеть по всему. Часть этого парка. Дом должен быть наполовину спрячен за какими-то деревьями. Деревьями. Чтобы всегда хотелось получить полный ракурс на этот дом. Но что-то всегда мешает. Это такая интрига. Естественно должны стоять. Называется фолей. То есть, это небольшое бесполезное здание. Но красивое. Иногда они даже строили руины. Для того, чтобы выглядело красиво. У нас до сих пор есть. Так и называется. Руина. Я никак понять не мог. Зачем это? А это типа у нас старая... Это в Екатерининском дверце? Там неподалеку. Там школа милиции рядом. Я там учился. И там руина. Тусовался. Да. С недоумением. Я не могу понять, зачем это так красиво. Почему не чинит? Что не так? Нет. Специально. Соответственно, когда ты видишь, как они ходят к этому поместью. И он, считай, в середине леса. Какое-то, извините, поместье английское. Что-то тут перепутали, ребята. Английский парк в моем понимании. Если у французов все по линейке. Квадратное, треугольное, круглое. Французы, как и мне кажется, показывали, что главный человек. Что он природу... Как хочу. Скажу. Квадратное. Будет квадратное. У них вот так. Английский парк наоборот. Природа вот такая. Вот это все настоящее. Но посажено с умом все время. Продуманное такое. Но производит впечатление дикой. Да. Идея была сделать как будто бы дико. Но как я хочу. Да. Главный мыслитель за этим был некий Ланс Лот Браун. Который называли Capability Браун. Capability. Это очень интересно загуглить. Capability кличка стала, потому что он любил смотреть на какое-то поместье, которое требовалось его обработки. и сказать, this land has a lot of capabilities. Он, скорее всего, хотел сказать potential, но capability не получилось. Соответственно, кличка Capability Браун. Он был такой первый, который прямо придумал это, взял. И он, не знаю, чуть ли не сто поместьей за свою жизнь взял и полностью переделал. Это грандиозная работа. Учитывая, что у них не было экскаваторы. Удивительно. Теперь это называется ландшафтный дизайн. Он придумал ландшафтный дизайн в современном смысле. Поэтому мы смотрим на поместье и понимаем, что что могли, то и снимали. Я бы про где на карете едут, я бы еще дополнил. Что у вас оно сильно южнее, чем у нас. Ваши деревья на наши вообще не похожи. Тем удивительнее, что он так выглядит. Голое, торчит вверх и все. А у вас там эти, которые вот так дорогу обнимают. Наверху листья закрывают небо. И все время растут какие-то ползучие растения. У нас таких вообще нет. Отдельно есть. Кстати, у вас их нет. На заборах бывает. А у вас кругом. Все зарастает. Они такие красивые, такие хорошие. Гораздо южнее. А тут север. Но зато это получилось. Это был реально такой момент. Подожди. Это про декорации. Как насчет самых актеров. Ну, мы немножко прямо говорили. Штай молодец. Ватсон. Как ты его произносишь? Как по-вашему Ватсона зовут? Ватсон. Ватсон, естественно. У нас вот как Гудзон так сложилось. Он Ватсона. Слово Вата по-все. Ватник все-таки первый проходим. Ватник ваш... Ватник ваш. Ватсон ваш. Отличный. Просто отличный. А его можно воспринимать как англичанин без вопросов. Я сижу, смотрю и почему он по-русски говорит. Его манеры, его взгляды, его реакции. Это просто удивительное достижение. Если смотреть, как Голливуд обычно показывают русских... Не похоже. Ну, это какое-то... Пародия. Если не пародия. Всегда. Причем я даже понять не могу. Они как-то... Как лично я это вижу. Как режиссер. Я не знаю. Продюсер. Лично он так видит. Или это специально... Или он думает, что народ так видит. Специально. Непонятно. Вообще. Я тебе рассказывал. Отвлекусь на три секунды. Летел в самолете. А там такой художественный фильм. Шпионский мост. А, да. Был такой. Где... Американский самолет летал над Советским Союзом. А его сбили. А пилот выпрыгнул. Его в плен взяли. А в это время в Америке поймали нашего разведчика. Как ты понимаешь? У американцев шпион. Это плохое слово. А у нас разведчик. Это правильное слово. Хороший человек. Ой. Пардон. И там, короче, фильм про адвоката. Том Хэнкс. Адвокат, который занимается вопросом обмена советского на американского. И там, короче, он все время ездит из западного Берлина в восточный. Когда он переезжает границу... Ну, там, как ты понимаешь, минное поле. Стена. И кого-то там из пулеметов все время расстреливает. Бежит к Берлинской стене. И их расстреливает. Когда переезжает границу, такое чувство, что он не в восточный Берлин заезжает, а в Сибирь. Там все время идет снег. Там все время адски холодно. Приходят русские с такими рожами, что туши свет. Все упыри. Там такие хари злобные. Все военные. Никто толком не разговаривает. Мрак. Возвращается обратно в западном Берлине. Тепло. Как-то не странно. Снег не идет. Тепло, светло, хорошо. А в конце он приезжает в Америку. И едет на электричке какой-то. И смотрит. И там заборы. Американские дети лезут через заборы. А в них никто из пулеметов не стреляет. Такое настолько наивно. Настолько тупо. Я даже не знаю, что у вас такое. Посмотрел, кто снял. Оказывается, братья Коэны написали сценарий. Стивен Спилберг поставил кино. Это же у вас лучшие люди. Это же топ, так сказать. Если они так видят. Настолько топорная пропаганда. Испытываешь неловкость. Глядя на такие фамилии. А что ж там граждане про нас думают? Как-то очень странно. Они примерно так и думают. Естественно. Их же кормят. Чем их кормят? Так и думают. Поэтому эти старались. Старались? Да. Старались. Нет. Ватсон я только могу хвалить. Хоумс. Он получается, правда, слегка туповатый. Такой. Чтобы оттенять. Страшно умный. А Ватсон такой. Ну, надо же. Здесь интересное наблюдение. У нас на Бруссевще был Крейг Аштон. Крейг живет здесь в России. Он буквально неделю назад написал пост про вашего советского Шерлока. Его наблюдение было... Я не особо помню другие старые британские варианты. Но его наблюдение было, что делает всегда Ватсон очень тупым. Так, чтобы Шерлок выглядел еще умнее. Он говорит, как ни странно. Мне кажется, что если Ватсон сам не тупой, а достаточно умный, то это делает Шерлок еще умнее. Конечно. И он считает, что здесь Ватсон не такой тупой, как мы его показываем. Как у Гая Ричи. Где Джуд Лоу. Он тоже здоровый. Может морду набить. Хамит постоянно шутки наглые. И Холмс раскрывается с другой стороны. Когда доктор Ватсон не тупой. Я думаю, что это правда. В книге он просто очень рациональный. И в своем достаточно... Для нас это, кстати, тоже открытие. В советской версии я такого не помню. Но из книжек я помню, что доктор Ватсон воевал в Афганистане и был ранен под Кандагаром. В Советском Союзе это большая шутка. А это редактировали. Если смотреть видео... Изначально он сказал Афганистан. Вернулся из Афганистана. Шерлок говорит. А здесь из Востока. А если присмотреть, то видишь, что он говорит Афганистан. Подрезали. Времена-то какие были? 79-й год. Сейчас страна знает, что мы там воюем. Ну, давай. Никто не узнает. Дурость какая-то. Неправильно. Но то, что ранен под Кандагаром, это отдельно очень смешно. Перенося на нашу почву. Очень смешно. Я когда начал историю немножко изучать и узнал, что мы с бедным Афганистаном воюем столько лет... Я подозреваю, мы с ним не воюем. Там не с кем воевать. То есть, там нет государства. В нашем понимании государства там нет. Дельные племена, которые сидят в ущельях, куда нельзя зайти. А они оттуда время от времени выбегают и убегают. Это не война. Это дурь какая-то. Когда говорят, никто не мог победить. Александр Македонский не мог. Советский Союз не мог. США не могли. Так может там не с кем воевать. Вы про что-то другое говорите. Захватить и удерживать. А что там такое? А чего удерживать? Долина, в которой ничего не растет? Если полезные ископаемые, то местных научить ездить на бульдозерах. Они там будут их добывать. Проложи железную дорогу и все будет хорошо. Не знаю. Для меня загадка. Шарак. Ну, не могу я пройти мимо этого голоса. Может быть, это настоящий голос актера. Может, он всегда так говорил. Но он настолько красивый. Такой. Длинный достаточно. И так далее. Но... Голос прямо от того, что его задушили... Ну, может, он у него по жизни такой. Я не знаю. Он не как актер говорит. Он на самом деле такой. Он у нас в мультиках... Ну, первое, что навскидку приходит, он Карлсона озвучивал. Мультики про Карлсона. Он за Карлсона говорит. То есть, он сильно известный именно как озвучиватель. Для этого отлично. Для Шерлока... Ну, может, это фичка. Не баг, а фича. Но играет хорошо. Выглядит убедительно. Не настолько, как Ватсон. Все-таки у него какие-то выражения лица есть какие-то... Для меня я привык видеть их здесь. Ну, немножко выглядит для меня как русский. А англичанин такой. Он какой должен быть? Типа спокойный? Надменный? Вот когда ему надо быть спокойным, надменным, он это отлично делает. Помните момент, когда они сидят у себя дома. И девушка только что к ним пришла и рассказывала про отчима. И отчим тут врывается к ним. Объезжает миссис Гудзон. И там такой, да, он отличный такой. Злой медведь. А этот просто сидит совершенно спокойный. Нет никакого издевки. Он не смеется. Он просто... Это как раз работает. Нет. Иногда, когда он объясняет свой мыслительный процесс, он... Я его не верю в таких моментах. Чуть-чуть слишком доволен собой. Это моя глубокая киношная критика этой игры. Я бы сказал, что с моей точки зрения он должен быть похолоднее. То есть, именно как в моем... Мои стереотипы про англичан. Он похолоднее должен быть. И не сказать, что с Ватсоном там высокомерный. Но дистанция должна быть такой. Оно же даже в анекдотах. У нас было много анекдотов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Все, как правило, похабные. Да? Ну, давай. Не знаю. Я такие. Шерлок Холмс. Какие сегодня звезды? О чем это говорит? Не знаю. У нас украли палатку. Или... Холмс. Почему? Когда я писаю... У меня струя звенит. А когда вы... Ничего не слышно. Элементарно, Ватсон. Вы писаете мне на ботинок, а я вам на пальто. Ужас. Такие русские анекдоты. Ну, там все сводится к элементарно. Объяснения какие-нибудь. Круто. Есть целая серия. До интернетовских времен. Всегда полная невозмутимость и объяснение какой-нибудь иди-ой-ки с труяным пальто. Типичный пример. Это редко, кстати, бывает. Я вот и думаю. Про персонажей. Иностранные персонажи, которые настолько ржились, что... Русские, как ты понимаешь. Редко... У нас самые главные это Петька и Василий Иванович. А еще и Штирлиц. Штирлиц. Да. И Шерлок Холмс. И Доктор Ватсон. Они тоже. Твои идиотовые. В анекдотах всегда смешно. Поищи в интернетах. Там есть смешные. Слушай, я как-то... Повторюсь. С моей точки зрения, он как англичанин должен быть холоднее, отстраненнее, держать дистанцию. Типа... Если русские друзья непрерывно бросаются обниматься, целоваться, то тут надо бровью шевельнуть достаточно. Как? Как в книжках пишут, что приличный англичанин никогда не кричит. It's great. It's wonderful. Amazing. И прочее. Not bad. Not bad. Этого достаточно. Высшая похвала. Не надо тут проявления эмоций каких-то. Deadpan faces. Да. Пожалуй, это... Это, наверное, заметно. Возможно, ты помнишь, как он играл на скрипке. Там два аспекта в книжке. В кино этого тоже нет. Во-первых, он играл на скрипке. Когда ему скучно было. А во-вторых, он кололся кокаином постоянно. У него был шприц. И он там по вене себе пускал. Когда ему заняться было нечем. Из кино что-то убрали. Зря. Убрали. Чистили. Нет. Просто видно, что он в жизни не играет. Там играет такая музыка. Он такой... Ну, ладно. Ладно. Девушка Хелен. Про ее отчим мы уже говорили. Слегка отличный персонаж. По-моему, такой комичный. Про девушку. Удивительное лицо просто. Не скажи, что русская внешность. И не особо киношная, наверное. Традиционно. Но вот такие вот глаза. Вот такие страшные. Мне девочка маленькая. И все. Не. Нормально. Поведение не английское. Ну, она хорошо сидела и рассказывала. Так спокойненько и скромненько. А дальше непонятно. Ну, интересно смотреть. Вот. Что еще мне понравилось? Про историю. Про текст. Мне сильно очень понравилось то, что он настолько близок к книгам. То есть, они взяли из разных историй. Разных книжек. Но ты прямо помнишь. Слышишь какое-то там выражение. Или диалог даже. И помнишь почти что дословно из книги. Мне это так нравится. Потому, что да, они не написали для сцены, для кино. Они все-таки эту книгу написали. Но когда человек говорит, что вот я сделал свое кино на базе этой книги. А на самом деле они все взяли. Ну, какую-то идею взяли и все переписали. И так далее. Зачем? Вы просто к популярности книги пытаетесь приближиться. На самом деле вообще-то книга стала такой феноменом, такой успехом. Наверное, по хорошей какой-то причине. Возможно, хорошо написано. А здесь прямо взяли отличные куски текста, отличные моменты, которые объясняют много чего из истории, из их истории. Без его. То есть, выжимки такие хорошие. То есть, это мне очень понравилось. Сидишь и вспоминаешь книгу. Даже невольно. Просто слышал какую-то фразу... Для меня это тоже всегда загадка. Когда возьмем сюжет из книги. Все это переколбасим непонятно как. Так вот, смотрите. Ну, как-то странно вообще. То есть, вы же вроде про книгу говорили. Я книгу люблю. Пришел посмотреть... Как это называется? Экранизацию. Перенесение книги на экран. А вы мне какую-то фигню... Зачем это? Ну, если ты такой умный... Ну, делай свои... Пиши свою. Зачем было? И ННК знают, что они получат по ушам от людей, которые любят книгу. Да. Так всегда и бывает. У вас не так. Книга лучше. Зачем тогда? Да. Нет. Здесь работает и эффект. Просто приятно вспоминать. Чувствовать, что это не что-то незнакомое. А реально ты уже знаком с материалом. Наоборот, знакомый. Так что это сценаристы. Большие молодцы. Это же как этот. Может быть не совсем удачный пример. Как Властелин колец. Где все идут. Несут кольцо. Чтобы вулкан выбросить. И все твердо знают. Что то, что он сейчас говорит. Про это песни сложат. Сказки будут рассказывать. И сказать надо очень хорошо. Все слова должны быть взвешены. Поэтому там все время пафосные речи. Каждый понимает. Что про него легенды будут складывать. И когда на экран это перенесено. Прекрасно, по-моему. Выглядит все точно так же, как в книжке. Очень хорошо. Я к такому положительно отношусь. И не только я. Я кстати недавно пересмотрел. Все три Властелина. Режиссерские. Обычные. Необычные. То, что было на платформе. Ну круто. Конечно круто. Так красиво сделано. С такой внимательностью. Ну и Лев Талев. Тоже ничего. Он молодец. Питер Джексон. Ты любитель. Битлз нет. Он сделал трехсерийный фильм. Get back. Называется. Про то, как они... Помнишь, когда они написали Let it be. Записывали альбом. Они там на крыше где-то в Лондоне играли. Прибежала полиция и прекратила это безобразие. А тут вот они репетируют. Сочиняют песни. Репетируют. А, это тот, который нашли в архивах каких-то? Девять часов там записано. Из девяти часов он семь с половиной сделал. Три серии по два с половиной часа. Обалдеть. Если любишь Битлз, посмотри. Не пожалеешь вообще. Так круто. Настолько неожиданно вообще. Ты уже все смотрел? Я одну посмотрел. Не успеть. Просто физически. Очень хороший. Очень. Прямо бальзам на сердце. Как назад в детство попал. Такое все здоровское. Причем у меня много фотографий оттуда было. Я там из журналов перефотографировал. То есть, там прямо видно, что вот откуда фотки сделаны. Они там в студии сидят. Там хорошо на пленку снято. Свет правильно стоит. Звук отличный. Все, что говорят. Где непонятно, что говорят. Там субтитры английские идут. Ну, потому что там, видимо, считают, что не расслышать. Очень интересно. Как тексты песен меняют. Как музыку меняют. Что... То есть, процесс тоже... Класс. Пол Маккартни. Самый умный. Самый хороший. Он их все пытается там в кучу поставить. А уже, видимо, время прошло. Остальные как-то не очень хотят. Не очень им это интересно. А Питер Джексон молодец. Вот ты говоришь, что там с таким вниманием ко всему. Вот и тут тоже. С таким вниманием. Прям вот с любовью вообще. Молодец. Хорошо, что в Новой Зеландии есть такой Питер Джексон. Молодец. Очень хороший. Молодец Питер. Да. Это, конечно, такая мелочь, но давно с Востока. Я не знаю. Ну, так лаконично, так коротко. Тут, конечно, как раз Восток, а не Афганистан. Но просто как реплика, это столько всего говорит, что он уже успел оценить. И тоже, опять же, я прямо из книги, зачем переписать все. Вот есть, хватит. Тоже очень люблю это первые десять минут. И наши знакомства с ними. Ватсон все говорит, как его все устраивает. Играчный скрипт. Отлично. Я люблю музыку. То все. А потом говорит с горд тем, что он не сую нос в чужие дела. Я такой. Вы со мной можете делать что хотите. Я буду здесь жить и не буду вас мешать. А Шерлок ему отвечает, а я люблю совать нос в чужие дела. Это просто такое... Потому, что это типа идеал англичанина. А тут этот, блин, революционер. Он все не так хочет делать. То есть, отлично. Выбрали такую реплику. Говорит нам много о чем. Ну, тоже поведение нехарактерное для англичанин. Очень нехарактерное. Твоя личная жизнь... Mind your own business. Indeed. Нет. Нельзя лезть, нельзя совать нос. Эксцентрик. А вот само слово эксцентрик. Как к такому человеку относятся англичане? Мы их обожаем. По-нашему это, как ты понимаешь, придурок с какими-то тараканами в башке. А нет. Нет. Это одна из больших разниц между нами и американцами, например. Это то, что там они жалеют эксцентриков. В основном, что... Что-то с тобой нет. He's gone a bit funny in the head. Мы такие... Ну, это наши. Ага. Надо беречь. Вот. Нет. Это большая часть культуры, кстати. Наша компания называется Eclectic Translations. Эпилептик. 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 Так что всякое есть. Эксцентрик я бы переименовал, кстати, в эксцентрик трэнзлейшн. Это можно было бы... Прекрасный диалог про Коперник. Где Шарлок узнает, что... Какая есть планета. И мы вращаемся вокруг него. Тоже отлично выбранная часть. Чтобы показать вот эту его вся философию. Что голова это чердак. Мозг чердак. Надо совать туда только самое полезное. Ну, и он отвечает. Не знаю, как для вас это звучит. Но для нас сказать следующее. Своему собеседнику. Который явно из тех. Это на грани драка. Он говорит. Дурак так и делает. Тащит туда нужное и ненужное. Про ненужные факты в свой чердак. И ты понимаешь, что он только что называл своего... Дураком. Понятно, что они потом начинают боксом заниматься. Резковато получил. Потому, что надо уже... Тема затронута. На мой взгляд, правильная. С одной стороны. Но с другой стороны, это же базовое образование. То есть, астрономия. Ты чего не знаешь, что Земля крутится вокруг Солнца? Что есть там девять планет? Ладно, восемь. Ну, это вроде базовые познания. Все эти Уран, Нептун, Плутон. Это же знать надо. Как это ты не знаешь? Основы культуры. Может, ты треугольник от квадрата не отличаешь? Это тоже как-то непонятно. Пример, на мой взгляд, не сильно удачный. А вот то, что не надо захламлять башку всякой дрянью... Это, на мой взгляд, абсолютно правильно. Я тебе больше скажу. В моем представлении... Все время... Вот русский человек. У него чердак набит каким-то хламом. Не пойми, каким все стащено. Советский, точнее. Я бы сказал. А западный человек, в моем представлении... У него кругом порядок. Вот этого нет этого. И все аккуратно поставлено. И поэтому там кругом порядок. Наши, кстати, не понимают. Я уже миллион раз рассказывал. Тебе расскажу еще раз. Когда первый раз попал в Париж... Он вообще чужой. Он же на нас не похож абсолютно. Вообще не такой. Мне все нравится. Я Париж люблю. Красиво хожу. А там что-то такое неуловимо знакомое. Что понять не могу. А потом дошло, что он как военный городок у нас. А в Советском Союзе военные городки... Это единственная территория, где железный порядок. Там все ровно, прямо, аккуратно. Вот так и все. Это что? Вот у них дома в Париже. Они все одинаковые в принципе. У них балкончики одинаковые. Решеточки могут быть чуть-чуть разные. Двери могут быть разные. Но они все одинакового размера, одинаковой высоты. И вот в казарме, когда утром проснулся, кровать заправил. Кровать должна быть аккуратная, как кирпич. Это не просто ее такую сделать. Ну, в армиях во всех одинаково. В США точно так же. Натягиваешь одеяло, чтобы она как лодочка была. Потом табуретку вверх ногами берешь, разглаживаешь. Потом по боку стучишь, чтобы матрас был прямой угол. А потом берут нитку из конца в конец, и все кровати по нитке спинки ровно стояли. Потом нитку на одеяло. На одеялах три полосы. Чтобы все было одинаково. Подушки. У них много свободного времени? Нет. Это ты должен делать. Ты как дневальный. То есть, солдат, который за порядком в казарме смотрит. Сегодня. Он должен это делать. Кровати стоят ровно. Табуретки ровно. Подушки ровно. Одеяла ровно. Тумбочки ровно. Все ровно. Вот это Европа. Вот там все так. Понимаешь? Как у французов. Французы на нас гораздо больше влияли, чем вы. Наверное. Да. Ну, вот. Порядок. Вот так Европа получается. Русские все это ненавидят. Кушать не могут. Ненавидят. Просто вот это наведение порядка. Это какая-то фигня. Не надо так делать. Не надо утруждаться. Не надо вообще ничего. Не надо. Мы не немцы. У нас все не так получается. А вот всем, когда в Европу ездят, всем страшно нравится. Красиво. Чисто. А почему у нас не так? Да. Ну, вот вы такие. Что я могу вам сказать? Как... Тоже тут пример приводился. Я вот утром на работу еду. У меня там перекресток. Главная дорога. Я отсюда выезжаю. И там навстречу. Нам всем надо туда уехать. Вот. И там светофор для этих горит дольше. Для нас горит меньше. Ну, и вот они когда едут. Эти встречные. Зеленые они едут. Желтый. На желтой три машины проедет. И красный. И на красный. Еще один БМВ поедет. Пару. Неважно, кто там вообще. Наплевать. Ну... Вот вы в самом маленьком себя так ведете. А потом от кого-то хотите, чтобы был порядок, дисциплина. Там как-то странно мне все время. Ходи в зеркало, смотри на себя. И требования к себе предъявляй. Есть пример, как там чисто и красиво у французов. Ну, попробуй там кровати нитками ровнять. Может понравится. Вот. Поэтому, да. Про захламленный чердак, куда вы тащите всякую дрянь, это очень-очень правильно. Ну... Наверное, когда там в этом что-то есть... И заметно, да. Едешь в Финляндию с русскими водителями вокруг. И вдруг все водят так. Заметно и другое. Что когда из Финляндии заезжаешь в Россию, все финны начинают ехать тоже 140 сразу. Сразу. Потому, что здесь никого не ловят, не наказывают. Наконец-то. Да. Да. А внутри Финляндии, да. Тишина, порядок. Все скорость соблюдают. Накажут же. Там же штрафы. Я знаю какие. Мне штрафовали один раз за скорость в Финляндии. Я больше никогда... Там же у них как-то от зарплаты считают. Да. Я тогда был почти студентом. Соответственно, у меня заработок не было. Я знал про эту систему. Я думал, заработок нет. Значит... И штрафа нет. И штрафа нет. Либо минимальные. Ну, сказали минимальные. 160 евро. Ого. Вот это да. чувства. Ну, согласись, приводит в чувства. Да. И все сразу нормально ездят. Кто бы мог подумать, а? Это реально... Как не хочется сказать, но это и работает. И... Кто-то в коммент недавно на каком-то видео написал, что-то про законы в России. И это мне напоминало тот феномен, который я слышал много лет назад уже, что жестокость российских законов... Строгость. Полностью компенсируется необязательностью исполнения. Вот это такая ошибка. Просто сделайте их законы гуманные и потом заставляйте людей соблюдать. И то, и другое получится. А если сделать жестокое... И заставить. И заставить. Не заставить. Если сделать... Ну, как со штрафами сейчас. То есть, когда-то при советской власти... Я тогда еще водителем был. Я на грузовиках ездил. Там были талончики в правах. Специальный талончик. И в нем тебе дырки пробивали. Компостер за серьезные нарушения. Денег. Советская милиция. Энтузиазма не было в нее. Взять денег. А вот дырку тебе пробить... Это в полный рост. Большой энтузиазм. Да. И серьезно было. Сколько дырок ты уже не можешь водить? По-моему, три. Лиша права. У нас это баллы тоже в английском. Ты наработаешь все три балла. И уже это пробный. И при этом ты подъехал на перекрестке. Вот там белая полоса перед светофором. Если ты на нее наехал... Это уже нарушение прав. Причем это не мент придумал. Это так и есть. На разметку наехал. На сплошную. Никаких камер не было. Ничего вообще. Ну, иди сюда. Вот. А теперь... Поставили камеры, которые скорость меряют. Например. За превышение скорости 500 рублей. 250 я заплатил заранее. А если сразу заплатить? 239, по-моему. По-моему. Вот. Ну, что нажал. Заплатил. Дальше то что-то. Я не представляю, сколько там в бюджет денег потоком идет. И здесь такой... Я помню в юные годы, когда я интересовался в такие вещи. И политики. Все остальное. Были... В Англии пытались внедрить очень много тоже камеры. Угу. И с одной стороны, ну, кажется, правильно. Да? Все понимают, что превышают скорость. И это надо контролировать. Это опасно. А оказывается, что была программа, которая гласила типа за безопасность. А на самом деле, чтобы бабки побольше заработали. Угу. И на почве это открытие, что это не для того, чтобы скорость, безопасность повысить, а чтобы деньги в бюджет. Они заставили... Они выиграли в судах. Они это какие-то частные группы людей против там камер. Выиграли кучу дел в судах. Снесли, отменили эту программу. Потому, что признали, что это не для народа, а для бюджета. Вот это да. И, если честно, штраф в 500 рублей, это для бюджета просто. Поэтому заставили... Сейчас в Англии, если едешь, есть знак. Здесь камера. Здесь тоже они есть. Казалось бы, ну, глупость. Зачем ставить знак, если они хотят там... Нет, это потому, что иначе, если нет знака, это просто ловушка, чтобы заработать. А мы хотим, чтобы было безопасно. Ну, правильно. Мне как-то это... Опять-таки, когда камер не было, у нас у водителей традиция. Если ты едешь и видишь, что стоит милиция на дороге, то надо отъехать подальше и всем помигать. Ты это до сих пор делаешь? Да. Меня спрашивают. А вы, когда приезжаете мимо милиции, мигаете? Мигаю. То есть, вы хотите правонарушителей предупредить, что впереди милиция? Я говорю, я никогда милиции нет. Я тоже мигаю. Вам в голову не приходит, что если вот тут мигают, то на этом участке все соблюдают скоростной режим. Есть такое удивительное. Зачем милиция стоит? Для того, чтобы соблюдали... Ну, вот так еще дальше соблюдать будут. Чего вам не нравится? Давай вернемся. Безопасность на дорогах. Ну, это были несколько из вкусных реплик. И просто лучший момент Ватсона, по-моему. Он сидит, и он уже понял, что этот Холмс это какой-то сомнительный такой. Надо с ним разобраться, потому что он нарушает правила и все такое. Он, видимо, преступник. Холмс заходит к нему. Он сидит, обедает, по-моему. Холмс спрашивает... Или ужинает. Спрашивает, что там, омлет, что ли? Он говорит, да. Выкинь эту дрянь. Мы сейчас пойдем есть. Я богатый. Будем пить какое-то дорогое вино. И так далее. Ватсон отвечает, спасибо, я сыт. Это настолько просто, просто сто процентов правильный. Такой, с одной стороны, вранье, потому что он еще жрет. С другой стороны, с уважением. Воспитанный. Спасибо. Это было просто перфект. Так что я и смеялся, и восхищался в этот момент. И решил, что да, Ватсон попал. Но он гораздо больший англичанин, чем Холмс. Гораздо больший, да. Вот, собственно, это почти все мои заметки. Кроме того, что в какой-то момент Ватсон появляется в халате, домашнем халате, с кожаной в ротник. Я, конечно, не знаю стиль 19 века, не изучал, но... Очень сомнительная одежда. Кошаной. Мой не верю. Всякое видел, всякое верю, но это... Не знаю. Не очень. Не убедил. Вот. Это мои заметки на первую серию. Ну, я, с твоего позволения, подведу черту. Это не лучший в мире фильм. Ну, фильм-то хороший. Хороший. Да. Он просто как кино. На мой взгляд, он просто хороший. Сцену меня непрерывно пересматривает все. Ему страшно нравится. Я время от времени тоже одним глазом смотрю. Ну, лично мне придраться не к чему. Во-первых, я не ты. Я не понимаю, как оно у вас устроено. То есть, мне понятно, что они играют в англичан. И по массе параметров для меня, как для русского... Да. Настоящие англичане. Очень такие смешные. Добрые. Шутят. Весело. Шевелят бровями про всякое. Тоже отлично получается. Ну, и сама по себе история хорошая. Я, конечно, тоже... Я с другой стороны могу посмотреть, как милиционер. Это прекрасно, что ты там все... Я тут сложил, умножил, подытожил. Все прекрасно. А в суд ты как пойдешь? Надо собирать доказательства. Документировать все это. И только потом в суд можно идти. Где у тебя там агентурная работа. Тебе все стучать должны. Там такая пара мазков есть. Потом в других сериях. Но сидеть в кресле, курить трубку. И я все понял. Прикольно. Я тоже так могу. Правда получится. Не угадаешь. А как кино? Отлично. Как раз наоборот. Это не документальное кино, а художественное произведение. Хорошее. Мне нравится. Так что будем смотреть второй эпизод. Буду чуть больше фокус сделать на язык. Выражение. Насколько я доволен переводом. Пока еще очень. И посмотрим, кто станет более или менее англичанином. Вот. Я читал на английском только собаку Баскервилли. Ну, это было так давно, что я даже не помню. Там есть какие-то расхождения. Нет. Это, кстати, очень полезно для изучающих язык. Вот. Текст английский. Текст русский. Зависит от переводчика. Да. Ну, читаешь оригинал. Потом смотришь тут. Тебя ждет масса удивительнейших открытий вообще. Мне даже в голову никогда не приходило, что это можно вот так перевести. Ну, там люди другого класса и уровня. Очень круто. Но бывает и наоборот. Это что такое? Что это за отсебятина? А где вот этот фрагмент? А где вот этот? А зачем вы это убрали? Вот это вообще непонятно. Ну, сократили. Я понимаю. Конан Дойл дурачок. Не знал, как книжки писать. А уж это тот да. Да. Такое было очень сильно заметно с приключения Тома Сойера. Да. Он вообще весь кастрированный. Там просто целых глав. Русские, я так понимаю, адаптированные для детей были. Там всякие посещения воскресных школ. Ну, советским детям не надо. Ваши церковные школы это ни к чему. А там же смешно. Я не знаю, ты помнишь, не помнишь. Клеща. Клещ. Клещ это тик. Они его там поймали. Он по парте ползал. Они его там булавками не давали ему куда-то бежать. Чуть не подрались. Там в итоге адски смешно. Хорошо. А у нас нет. Хорошая книжка. Очень хорошая. Я бы ее перевел заново. Потому, что он очень смешной. Том Сойер и Геккель Берифин. И то, и другое. Вообще. Я в машине слушал. На русском языке. В голос. Мне час ехать. Я в голос минимум два раза смеялся. А ты же понимаешь, что тебя одного, когда вокруг никого нет, заставить смеяться. Да. Это сложнее. Очень сложно. Но заметил другое. Когда негр Джим что-нибудь говорит. Я что-то не очень... Так я понимаю. Я его не понимаю. Да-да-да. Я прибежал домой, полез в книжку... Надо реально стараться, чтобы понимать. Там для американцев специальные примечания. Как это понять. Потому, что он очень странно говорит. Ну, смешно. Очень смешно. Вот. Ну, что. Ждем продолжения. Отлично. Изучим материал. Да. Подойдем ответственно. Спасибо, Уильям. Тебе спасибо. На сегодня все.